Следующая новость, для меня довольно печальная, состоит в том, что в Украине запретили телетрансляцию российского канала «Дождь». Все вы знаете, что такое канал «Дождь». Это, в общем-то, единственный в России современный, смелый, до некоторой степени оппозиционный телеканал. И вот этот канал, вслед за действительно абсолютно лживыми и пропагандистскими «Первым», «Вторым», «НТВ» и так далее, взяли и запретили в Украинской республике. Естественно, какие-то формальные поводы для этого были. Карты, на которых Крым был приписан к России, какие-то мелкие нарушения рекламного законодательства, демонстрация фильмов, в которых показывались российские правоохранительные органы. В общем, понятно, что это все мелочь и что это все сугубые детали на фоне общем, на фоне того, что «Дождь» – это самый достойный телеканал в Российской Федерации. Единственный телеканал, благодаря которому средствами такого нормального вещательного телевидения, а не партизанских окопных акций, вроде нашего АРУ-ТВ, можно получить какое-то представление о том, что в России происходит. На мой взгляд, для Украины эта информация также крайне важна, более того, совершенно необходима, хотя бы для того, чтобы понимать, что не все русские считают украинцев фашистами, не все русские бьют себя в грудь и орут «Крым наш». Что вообще говоря, есть в России и честные журналисты, и смелые люди, и хорошие люди. Вот, к сожалению, теперь, рощерком пера каких-то украинских топ-бюрократов, это в Украине будет невозможно. Я считаю, это плохо для Украины, это плохо для канала «Дождь», это плохо для российско-украинских отношений, которые, я надеюсь, когда-нибудь в очень далеком или среднедалеком будущем, но все-таки снова станут нормальными и по-настоящему братскими. В России оппозиционные честные журналисты восприняли это сообщение с таким же недоумением и кручиной, как я. Ну, а что касается дороссийского официоза, то для него это был большой дорогой подарок. Вот тут вот они могли бы оттоптаться на украинской цензуре, на отсутствие демократии в Украине, на отсутствие в Украине свободы слова и прочее, и прочее. То есть, со всех сторон, куда ни кинь, всюду клин с этим запретом канала «Дождь». Думаю, что украинские власти в данном случае совершили очень серьезную ошибку. Может быть, даже если говорить о медийных делах, то самую серьезную ошибку за все время существования нынешних украинских властей.